Друзья, приветствую вас на моем канале. Сегодня мы выходные. Вот моя Наташа Ханрум. Мы поехали погулять. Погодка у нас сегодня более-менее солнечная. Так, переменная облачность, но температура показывает минус 14. Завтра ночью и днем... Нет, ночью и утром. Написано вообще до 27, обещают. Так что завтра, может быть, в тобой мороз и носа не высудим. Сегодня еще более-менее. Хотим поехать куда-нибудь в район Зеленогорска прогуляться. Сейчас мы едем по кольцевой дороге. Посмотрим, как там погода, как чего. Холодно, не холодно. В общем, направляемся в сторону Зеленогорска. Друзья, ну мы в Зеленогорске. Точнее, не в самом Зеленогорске, а заехали на лыжную базу Прибой. Посмотрите, погодка какая. Красота. Правда, показывает 14, также местами 15 градусов. Припарковали машину. Проезд, въезд платный здесь. 200 рублей стоит. Ой, дверь замерзла. Так, берем вещи, идем спрашивать насчет, насчет проката лыж. Может быть, получится немножко покататься. Мы на этой трассе давным-давно катались, брали в прокат. Еще с нашими друзьями, ребятами. Данташка, я говорю, сто лет здесь не были. Пойдем, в общем, на разведку. Вот такое, друзья, столпотворение. Друзья, в общем, облом Петрович, посмотрите, что там творится. Мы там зашли внутрь, там сегодня сказали, какая-то гимназия приехала, дети. И прокат лыж не работает. Только здесь со своими лыжами на трассу. Не судьба нам сегодня, видимо, побывать в прокате здесь. Лыжи не дают. Погода хорошая, жалко. Ну, поедем, может, погуляем куда-нибудь, проедемся. Может, в Зеленогорске походим чуть-чуть. Друзья, ну, 5 минут езды от лыжной базы, и мы в самом Зеленогорске. Так, что здесь указатель? Здесь какой-то торговый центр, телевидение написано, почта находится. А здесь храм Казанской Божьей Матери, Зутеранская кирха. Вот, пойдем туда сходим. Детская поликлиника, детский сад, комплексенция. В общем, мы идем в том направлении. Такой небольшой этот городок, Зеленогорск. Хотим посмотреть, тоже толком здесь не ходили, никогда не были. Центр государственных услуг, мои документы, МФЦ. Это, да, в таком старом здании находится. Ну, а мы прямо по этой улице идем в сторону Приморского шоссе. Улица Ленина, проспект Ленина. Заметьте, в каждом городе проспект Ленина. Ленин, он жив, он всегда с нами. Такая арочка. Там, наверное, детский садик какой-то. Такой балкон большой. А наверху три маленьких, да? Кофе, выпечка. Старое финское название, если не путаю, Тириоке назывался. По-фински этот городок. Ну, сейчас и Зеленогорск называется. Детский городок в виде Кремля такого, башенок. Еще не дошли ни докуда толком. Старые здания какие-то есть. Наверху дерб, серп и молот советский. Я говорю, наверху вон серп и молот нарисован. Такие елки огромные. О-о-о-о, под кромой укрыться. Как в домике. Двойная, а потом двойная разрастается. С одного ствола, потом двое идет, видите? Круто. Как в домике. Здесь тоже большая автостоянка. Вот, пожалуйста, можно останавливаться. А что здесь находится теперь в этом здании? Не вижу, что написано. Друзья, метров 300 буквально от машины. Вот, через несколько домов. И вот она, Литуранская кирха, указатель стоял. Здесь какой-то памятник. Мир имейте между собою. Евангелие от Марка. По-фински написано то же самое. Сделано, как будто, да? Мир имейте между собой. Смотри, как будто две винтовки. И первая разрастается в такие. Птичка сидит. Птичка, такие врага. Советско-финляндская война, да? 1939-1940 год написано. По-фински тоже. Мело, столи, это сома, лайн, сома, лайн, сома, лайн, сота. Так, подойдем поближе. Красиво как? Из-за солнца глаз не открыть. Ты красивее еще, чем кирха. Скажет, подлиза какой. О! В Приморске, друзья, тоже кирха есть наподобие. Я вот Наташа рассказывала о Выборге. На старых фотографиях тоже большая кирха была. Но ее то ли после войны, то ли во время войны разрушили. А здесь, смотрите, сохранена. Католический храм. Да, музыкальные вечера в Терриоке проходят здесь. Очень правильно я сказала, Терриоке. Венгелическо-литеранский приход, преображение Господь, церковь Ингрии. Хотели зайти посмотреть, друзья, но, похоже, закрыто. Здесь, наверное, проходят какие-то мероприятия, но богослужений, наверное, ежедневных нет. Я тут со всех сторон обошли. Ой, там киелочки красивенные стоят маленькие. Ну, вот такая, в общем, кирха. Состояние хорошее, отреставрировано. Следы, наверное, от осколков войны. Посмотрите на граните. Наверняка, вот это от осколков, вот, видишь, замазано где-то, а где-то еще остались осколки. Это все вот так вот выглядит. Все, друзья, идем дальше. Посмотрим, там еще православная церковь должна быть. По городку пройдемся. Не ожидал я, что прохладно так, и аккумулятор на камере уже наполовину разрядился. Так что, насколько хватит съемки, настолько поснимаем. Здесь тоже, друзья, интересный дом, да, композиция. Эти корпуса дома соединены в такой галерее со столбами. Центральная часть. И через такие арки соединены с теми. Красивые старые постройки. Это прямо рядом, напротив кирхи. Ну, а мы сейчас дальше идем в ту сторону. Это все так же проспект Ленина и есть, центральная, наверное, улица. Сладкоежки не смогли пройти мимо кафе. Рядом прямо с кирхой, вон там ее в окошко видно. Мы зашли в кафе с Наташей. У дороги здесь называется шоколадница или шоколад? Шоколад. Взяли такую по бурсничному такому чизкейку наподобие. Наташа кофе, капучино, я чай. Будем пробовать. Такая небольшая кафешка. Вышли как объевшиеся слоники. Ну, шучу, нет, по одному кусочку пирог вкусный, друзья. Вот так выглядит эта кафешка. Так что будете, если здесь гулять, рекомендуем. Тихое, спокойное, уютное, небольшое. Тут и летние столики есть. Здесь вполне возможно летом. Что-то у меня такое ощущение, что там какой-то ручей должен течь. Такая низменность. Так, ну мы дальше с Наташкой идем. Согрелись, руки-ноги. Пройдемся еще немножко. Друзья, ну совсем рядом вниз спустились с горочки вот от этого кафе. Заходишь вот в эту арку. Вот такая аллея здесь небольшая. Ну и вот здесь вот, здесь собор находится. Большой, высоченная колокольня такая. Сейчас подойдем посмотрим. Разве не красиво? Здесь, наверное, какие-то укрыты деревья, да? Вот это вот, наверное, на зиму. Такие композиции. Смотри, аисты. На деревьях сова сидит. Елка просто гигантская вся в шишках. Просто гигантская. Большой собор-то здесь. Олененок стоит. Второй лежит. Два даже маленьких лежат. А, и здесь тоже всякие животные. На дереве кто-то сидит. И внизу еще. Не знаю, медвежатки, по-моему. Это маленький медвежонок. Здесь кормушка какая-то. Как будто из апельсина сделана с какого-то. Друзья, посмотрите. Ну, красивенный собор. Красивенный. Здоровый. Ладно. Не снимать надо. Пойти перекреститься. Боженьки. Друзья, ну вот центральный вход. Вот, посмотрите, какая высота. Не знаю, метров пятьдесят, наверное. Ну, сорок с лишним точно. А здесь у входа, посмотрите, друзья, из-за льда. Ледяные скульптуры. Ангелы. Кто-то монетку прилепил. Вот такие вырезаны два ангела, да? Ледяных. Красота. На солнышке он так переливается. Да. Здорово. Там полиция, друзья, написано. А вот это желтое на горке здание, если не ошибаюсь, это администрация. Сейчас посмотрим, пройдем. В принципе, и все. Весь городок особо идти некуда. Там вокзал был с той стороны, железнодорожный мост. Сейчас кружочек пройдем. Здесь парк со скамеечками. А, вон там такая штучка, где все фотографируются. Я люблю Зеленогорск, видишь? Пойдем к ней сфоткаемся. С сердечками скамеечка. Пойдем-ка, спустимся в парк. Ой, аккуратно. Все снегом засыпано. Летом, наверное, красиво. Здесь фотографироваться звезды какие-то. Кумбы в виде звезд таких. Будешь фотографироваться? Кто-то туда даже по снегу шел. Напротив, я люблю Зеленогорск. Получились фотки-то посмотрела? Что себе прыгает? Почему это не надо, когда надо? Древнее дерево. Ого-го. Здоровенное. Памятник Ленину, заметьте. Сейчас перейдем на эту сторону, посмотрим. Ленин жив. Уронила рукавицу в снег. Стоит меня, фотографирует, а сама ногой топчет рукавичку. И рука замерзнуть может. Друзья, ну впереди Приморское шоссе. Если по нему ехать вдоль залива, это до Питера туда. Мы по нему обратно и поедем. Может где-нибудь на заливе остановимся еще. Сейчас возвращаемся к машине. Друзья, перешли дорогу буквально вот от этого парка. Через дорогу увидели, что здесь центральная аллея. Здесь еще продолжение парка. И она, похоже, выходит прямо к заливу. Решили прогуляться до нее. Здесь всякие светящиеся фигурки, наверное, вечером подсвечиваются. А здесь кому памятник. Вот, наверное, муниципальное управление там за памятником. Желтое здание. А здесь просто какой-то артист. Или кто это. Ничего не написано. Пойдем пройдемся до залива. Там всевозможные детские горки, качели. А это центральная аллея. Там написано в ту сторону какой-то еще зоопарк. Ну, не знаю, работа не работает. Не пойдем в зоопарк. Что-то сколько раз здесь проезжали. Ни разу здесь не останавливались. Не были. Не обращал внимания. Едешь все на дорогу смотришь. На солнышке, где ветра нет, так прямо вообще хорошо тепло. Остановились друзья. Пихта что ли, не знаю. Вечно зеленое такое деревце. Тоже, кстати, не шишки, а какие-то как семена, да? Да. Вот такие здесь. Так, продолжаем. Осталось полгалереи прошли, да. Полгалереи прошли. База отдыха написано. Всякие кафешки. Наташа говорит, не помню такой красивой зимы, когда все было так хрустит, все чистенько. Как раньше везде сугробики убраны такие. Что за мужичок-то такой носатый? В кафе, говорит. Мы в кафе уже были, спасибо. О, ничего себе. Ботиночки что-то растоптанные очень. Ну-ка, влезет моя нога туда. Нет, потом и не вытащишь, мочите, будешь тут стоять, пока спасатели не приедут. К МЧС болгаркой не срежут. Снежинки? Да, снежинки. И все, не помню. Снежинки, не помню. Опа. Стесняется сниматься что-то. Чего стесняется? Сама блогер, у самой уже два подписчика. Не шутят. Заходили, посмотрели, два подписчика. Правда, один из них я. Свой канал на ютубе у Наташки образовался. Там, похоже, маяк оранжевый стоит. Ну, здесь, конечно, на берегу что-то такое современное выстроенное. То ли какая-то гостиница, то ли что-то такое. В общем, друзья, выходим вот на берег залива. А здесь не до строй, да? Представляете, здесь земля дорогущая. А здесь рыбы плывут. Красиво? А этот рыбак, он с рыбы стоит на плече, видишь? Памятник, потом подойдем. Посмотрим. Ну, все, друзья, это пляж. Это пляж, выходим. Переход по льду запрещен, написано. Есть тут пирс. Люди с лыжами некоторые идут. Тут уже немножко ветерок, прохладно. Ничего себе, смотри, какой стеклянный балкончик. Все здание застеклено, и только выход на балкон. Красиво. Гостиница какая-то. Ну, что, можно на скамейке посидеть полчасика. Так, друзья, ну вот и берег. Здесь, судя по всему, люди вот там идут уже. Это вода, замерзшая, залив. Собака. Красивые кофти. Красивые кофти, не замерзла? Ага. Так, выход на лед. Ты знаешь, Наташка, что выход на лед 5000 рублей? Да, знаю. Приготовила десятку? Да. Смотри, какая дорожка. Дорожка в никуда, как в пустыню. Вон там вдалеке Сестрорецк видна. Далеко-далеко отсюда. У Кронштадта я не вижу немножко дымка. Может быть, вот там вот труба какая-то. В общем, друзья, вот такая на заливе красота сегодня. Солнечный день морозный. Долго, конечно, мы, наверное, не сможем здесь находиться. Достаточно прохладно, ветрено. Но на солнышке ничего. Здесь тоже типа пирса, какого-то камней навалено. Дальше не пойдем? Вдруг какие-то промоины. Такие морозы стоят. Тут лед, наверное, полметра. А это все нарисовано. И вон чё. Не буду вам показывать. Какая-то пошлятина кто-то. Указатель, Наташа, говорит. Нарисовано всякое послость. Покажем вот такое. Кто-то вытоптал сердечко. Кто-то вытоптал сердечко. Признание в любви. И стрела. Чик-чик, смотри, и стрела пробивает. Сел у меня, друзья, аккумулятор. Почти на морозе. Подключил его к пауэрбанку вот так вот. Ой, что-то не пойму. Заряд идет, не идет. В общем, вот. Стоим на заливе. Стоим на воде. Дальше не пойдем. Дорога уходит. Там то ли рыбаки какие-то уходят туда. Вдаль. Мы возвращаемся обратно в Зеленогорск. Там колесо обозрения на берегу. Ну что, пойдем? Рядом с рыбаком. Рыба моей мечты. Ну-ка шевелится лещ. Это точно лещ. И только ты рыба моей мечты. О, ничего себе, железная рыба. А вон, по-моему, щука с этой стороны висит. Вот щука большая. Тяжеленная, капец. О каких он высоких шапагах. В ботфортах. Вот это рыбу наловил мужик. Только ты рыба моей мечты. Называется памятник. Все, друзья, уходим с пляжа. Ветерочек. Ушки пощипывает. Носик пощипывает. Ну, вроде ничего. Более-менее. После чаепития в кафе вроде согрелись. Даже ноги немножко потеплели. Идем в сторону машины. Я, если не ошибаюсь, друзья, вот там фотографируются финки. Помните, такие санки большие? Один сидячий, а сзади толкает в таких длинных полозьях. У меня в детстве, когда-то мама тоже такие покупала. Финки называются. Видите? С длинными полозьями. Елки, конечно, здесь огромные. Все в шишках. Выходной здесь день, наверное, народу намного больше будет. И бывает. А летом так, наверное, совсем. Да, Наташка? Я говорю, выходной день здесь, наверное, народу больше. Я говорю, а летом так совсем. Дача 1. Да, это сдаются, наверное, домики. База отдыха, написано. Парковый домик. Идем, друзья, по обратной стороне улицы центральной. Здесь проходили полиция. Вот на той стороне кафе, где мы чай, кофе пили. Там дальше Лютуранская кирха. В общем, понравился гордочек. Еще так очень хорошо. Погода, да? Да, понравилась. Благоприятствовала. А здесь, смотри, тоже какая-то фея. Памятник какая-то фея с зонтиком. Маленькая фея. Но глаза, как у мухи цокотухи. Да, у мухи цокотухи нет. А, да, точно. Рожки какие-то такие. Точно муха. Или бабочка какая-то. Скамеечка к ней рядом. А здесь библиотека. А, там какой-то кузнечик сидит. Или... Да. Много всяких зеленогорских памятников. Переворачивает своим усиком страничку. А ботинки там однявые. Остроносые. В шляпе. Вот это да. Вон, друзья, кустики красивенные. Густые. Еще все в снегу. Как шапка. Все, мы уже, друзья, подходим к машине. Прощаемся с Зеленогорском. Нам очень понравилось. Уютный, чистый городок. Много, как всяких, достопримечательностей посмотреть. Всяких памятничков. Там тоже детский городок красивый сделан. Так что, спасибо за гостеприимство. Едем в сторону дома. Друзья, ну вот это Приморское шоссе. Мы едем вдоль залива. Поехали обратно другой дорожкой немножко посмотреть. Посмотрите, какая красота. И погода сегодня солнечная. Это, друзья, Зеленогорск закончился. Едем в Комарова. Залив здесь совсем рядом. Посмотрите, берег залива. Прямо вдоль него едем. Не очень там может видно, но... Комарова, помните, песня была в советское время? На недельку до второго я уеду в Комарова. Это про это место билось. Посмотри, отвыкшим глазом на Балтийскую волну. А сейчас вот так здесь красиво. Волны, конечно, нету. Но все вот такое солнечное, яркое. Кто сказал, что в Петербурге одни 50 оттенков серого? Бывает, что и не только серого, но и белого. Вот, друзья, там Сестровецк хорошо видно через залив. Вон там дома стоят. Вот прямо дорогу у залива. Вот это залив. Мы здесь летом как-то проезжали. Я не знаю, фотографировал я, нет. Это у нас уже... Где? В Репино, да? В Репино проезжаем. Одни населенные пункты за другим. Комарова кончается, Репино. Там Репино закончится солнечное. Друзья, ну вот Репино, вот это пансионат Балтийцы впереди. Когда-то мы с Наташей в нем отдыхали. Вот это в то время он оказался таким современным. Там, да? Номера такие были красивые. Залив здесь рядом гуляли. В общем, вот тут Балтийцы находятся. И жили как раз где-то на одном из самых высоких этажей. Из него очень вид хороший открывается. А вот здесь будем проезжать. Не видно за ним. Буквально метров 500, наверное, будет поворот. Здесь находится пансионат Заря, в котором я весной лежал с ковидом. Был заболевшим. Меня сюда скорая отвозила. Здесь я две недели лежал. Пансионат Заря находится как раз здесь, в курортном районе. Субтитры сделал DimaTorzok